Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, я эксперт по управлению реальностью с помощью своего мышления. Я украинка, и сейчас, в данный момент, все мои видео посвящены, конечно же, поддержке и той информации, которая помогает нам, украинцам, да и всем людям, которые сегодня оказались в сложных ситуациях. Мы не говорим здесь о трагедии, мы не говорим здесь о том, как все плохо, мы учимся и вспоминаем, что мы пришли в эту жизнь для получения некого опыта, и только от нас зависит, какой именно опыт мы с вами получим и как мы сможем его трансформировать для того, чтобы жить. И сегодня я хочу напомнить некоторые очень важные и в то же время простые вещи, о которых я очень часто говорила раньше в своих видео, но о которых многие забыли. И я хочу вернуться к теме того, каким же образом сегодня, находясь в какой-то ситуации, которая вас не устраивает в жизни, которая вам не нравится, в конкретной ситуации, где что-то кардинально не так, как вам хочется, возможно, вы все потеряли стерто-стерто. Возможно, есть ощущение того, что вы все потеряли, как минимум веру в себя, в свои силы, непонимание того, каким образом перейти и жить нормально, жить хорошо, жить так, чтобы не экономить. Потому что мы живем в материальном мире, и для огромного количества людей, для большей части населения земного шара финансовый вопрос по-прежнему является самым актуальным. Так вот сегодня я расскажу вам некоторые секреты. Почему секреты? Потому что это та информация, которую не рассказывают по телевизору, которая жестко не анонсируется, а даже те, кто ее слышит, воспринимают ее как некое позитивное мышление и, в общем-то, не понимают, что это конкретный инструмент, как отвертка, с помощью которой вы можете закрутить винты и стол, там, за ременя ящики кухонные из досточек превратить в полноценное кухонное сооружение. Точно так же у нас есть с вами удивительные инструменты. Я, конечно же, сегодня говорю про наш мозг. Я расскажу вам очень простые вещи, которые нужно запомнить и осознать. Итак, очень часто я на своем рахоне «Рерайтер жизни», который является такой моей основной работой, мы пишем там книгу о жизни мечты. И там есть разные главы, в которых мы описываем идеальное видение разных своих ситуативных вещей, своего дома, своих отношений. И вот у многих случается такая точка жесткого разочарования. Ну, это, знаете, похоже, я буду приводить примеры, которые понятны и всем. Похоже на то, когда ты идешь по улице с беляшом в руке, вкусно его ешь, причмокиваешь еще мороженком, запиваешь молочным коктейлем, у тебя размер XL, ты идешь в героическом топике, у тебя вываливается красивый животик, и ты счастлива и прекрасна. И вот навстречу тебе бежит подтянутая красивая девица с прессом, которая, значит, там бежит и след ей оборачиваются мужчины, и в какой-то момент у тебя происходит вот такой щелчок. Ты думаешь, я хочу быть как она, и ты начинаешь представлять себе, значит, как ты будешь, какой купальник ты сможешь себе купить, да, как ты будешь себя ощущать, как все твои вот эти парни, в которых ты была влюблена, они не обращали на тебя никакого внимания, как они будут сгрызать локтик, каково будет удивление, значит. И вот ты во всем этом моменте погружаешься, наслаждаешься и говоришь, да, я хочу такой быть, и вдруг, и ты начинаешь бежать на следующий день. И вот ты бежишь, значит, у тебя подбородок хлюпает, живот твой хлюпает, тяжело, отдышка, ты думала, что сможешь пробежать там хотя бы 3 километра, а уже пробежала 200 метров, и уже началась отдышка, и страшно захотелось беляша. И вот ты смотришь на все это и думаешь, какого черта, я никогда не смогу быть, как они, как это вообще возможно, и твой мозг, твой великий обманщик вылазит и начинает кричать, что вообще это, как это называют этих девушек, господи, анорексички, да, анорексички, не в этом счастье, значит, вообще лучше нормально жить, сколько той жизни. Ты понимаешь прекрасно, что у тебя проблема, что на самом деле ты себе не нравишься, но в то же время ты понятия не имеешь, где взять столько сил, мотивации, энергии, как вообще это возможно, превратиться в ту другую девушку. И вот тут начинается как бы раздрай мозга. Самое легкое, что обычно делает человек, он выбирает зону комфорта, он забивает на все это, он идет покупает еще больше себе вкусной еды, и в общем просто забивает на это, находит миллион оправданий, почему ему это не надо, и продолжает жить себе спокойно и счастливо. Да, его где-то что-то тяготит, но как бы психика настолько устроена, что она начинает все это полировать и как бы говорить, все окей. Точно так же у людей происходит с их жизнями. Я всегда поражалась, почему люди не развиваются, не хотят больше зарабатывать, как они умудряются выживать на эти минимальные зарплаты. Ведь повсюду все стоит денег, так много всего классного, так много разных стран, много вещей, много домов, много хотелок. То есть по сути ты ходишь в мире, где висят самые вкусные сладости. Посмотрите на детей. Вот мы были с детьми в парке аттракционов в Гарленде, в Италии. И они идут, и они хотят все. Тут они хотят яблоко вкусное с карамелью, тут они хотят, значит, там, какое-то супер там мороженое, тут они хотят, вот это. И они все хотят, и на это настроен маркетинг, потому что люди с удовольствием тратят деньги в парке, да, им дают возможность куда их потратить. Но человек, у которого уже так нормально себя зажал, у которого такое мышление бедненькое, он ничего этого не замечает. То есть просто не замечает, либо находит все время, что счастье не в этом, что, ну, в общем, у него, ну, самое главное, что психика половина вещей не замечает. И какие там новые коллекции, о чем вы говорите? Ничего не замечает, не замечает это слово совсем. Так вот, ребята, когда происходит вот это столкновение того, что вы ничего не замечали, и вдруг вы начали думать о том, о чем вы хотите, получается огромная травма, и мы встаем на позиции выбора, что делать, что делать. Самым главным спасением у нас являются такие некие наши убеждения, привычные слова, к которым мы привыкли. Все еще будет, успеется, обязательно все будет хорошо, у тебя обязательно все будет, обязательно заработаешь, я обязательно туда поеду, я обязательно добьюсь этой цели. Сейчас у нас же такой век, когда ставить, не ставить цели неприлично, а добиваться целей очень сложно. И поэтому, как бы, знаете, вот как фраза How are you? I'm fine, да? Никто не говорит, о, I'm not fine, I have a big problem. Нет. How are you? I'm fine, да? То есть можно даже не спрашивать, потому что ответ будет один. У американцев так точно, украинцы, конечно, ну, я имею в виду не украинцев, как славянский раз, так обязательно что-то будут рассказывать. И тем не менее, принято говорить I'm fine. То же самое у нас. Мы, когда сталкиваемся с какой-то амбициозной целью, мы говорим, у нас все будет. Например, мужчина, который не может повезти вас в Париж, он говорит, да мы обязательно поедем с тобой. То есть это такая некая отмазка. И вот здесь вы должны понять, что либо вы даете себе некую отмазку, подразумевая что? Что вот живете вы себе, как жили, ели вы себе, как ели, образ жизни у вас был такой, а утром проснулись однажды и стали моделью со спортивной фигурой. Или жили вы себе, как жили, ничего у вас не было, и тут вдруг однажды раз проснулись, а у вас билеты в Париж, значит, там, принц рядом и так далее. То есть нет, мы так себя успокаиваем, но этого никогда не наступает. И вот почему этого не наступает? Не наступает потому, что каждый раз мозг испытывает расстройство, вы испытываете расстройство, как этого достичь? И даже когда вы знаете, как этого достичь, например, банально закрыть рот, если это речь о фигуре, даже это сложно. Что уж там говорить, когда ты живешь в маленькой квартирке, а мечтаешь о большом доме, а где живет золотая рыбка, не знаешь. И ходишь иногда на рыбалку в тяну, тянучую, закидываешь удочку и очень сильно надеешься, желательно, чтобы еще не ты, а твой дед достал ту самую золотую рыбку, а он ее все, гад, не достает и не достает. Так вот я вам хочу сказать, почему не получается достигать цели. Да, 10 минут говорила, и тут вдруг. Дело в том, что у нашего мозга очень простое устройство. Значит, принцип такой, мы с вами находимся в энергетическом пространстве, все вокруг нас есть энергия. И когда мы с вами испытываем позитивные эмоции и чувства, мы с вами притягиваем ситуации, которые также несут нам позитивные эмоции и чувства, с таким же знаком. Как это работает? Например, вы испытываете позитив от того, когда вы едите, от того, когда вы кушаете вот этот беляш, смотрите на себя и думаете, ну и хрен, мы будут толстые, мне зато хорошо. Вот вы себе этого испытываете, и для вас знак плюс – это вот такие мысли. И, соответственно, вы притягиваете в свою жизнь вот такого уровня ситуации и радости. То есть очень часто многие люди испытывают радость за то, что у кого-то плохо. И они притягивают к себе плохо, потому что их мозг считает, что это то, что им доставляет радость. Многие испытывают радость, потому что, ну, например, там, по поводу денег, да, то есть испытывают, точнее так, не испытывают радость по поводу денег, а испытывают некое расстройство и злость. Они видят людей с деньгами и говорят, вот мне этот человек вообще не нравится, я бы лучше никогда не имела деньги, он такой безвкусный, он вообще, и он неинтересный. Таким образом злость оправдывает вот это наличие денег. Ну, то есть мы говорим, что деньги – это плохо, и наше талантливейшее подсознание говорит, а, деньги – это плохо, хозяин, я всегда делаю то, что для тебя хорошо. И раз для тебя деньги – это плохо, они тебе их никогда не дают. Следующая немаловажная часть. Если вы находитесь, например, вы о чем-то классном помечтали, да, ну, давайте предметом, вы помечтали, там, придумали себе, что вы хотите себе машину, какой-то дом, какие-то классные отношения, имеете все полностью противоположное. Вы начинаете, многие начинают сильно расстраиваться, потому что зачем я помечтала, я как будто бы себя подразнил, а затем вернулся в эту реальность, которая теперь раздражает меня еще больше. Раньше я этого не замечал, а теперь эта реальность меня бесит, потому что у меня ничего нету из того, что я мечтаю. И вот здесь очень важный момент, вот это то, что вас бесит, то, что вы так живете, то, что вы вибрируете на этой энергетической частоте, и не дает вам притянуть ничего хорошего. Вы не можете, например, да, когда вы кричите мужчинам, я вас ненавижу, вы не можете встретить сейчас своего принца, потому что вы априори всех ненавидите, не придет к вам никакой принц. Когда вы говорите, что я не верю, что возможно заработать денег, я не верю, что можно мне мою жизнь изменить, вы и не можете этого сделать. Для того, чтобы изменилась ваша вот эта вот внешняя картинка, вам необходимо начать контролировать свои мысли и перестать, вместо того, чтобы ненавидеть, не хотеть, не любить, испытывать злость и негативные эмоции, вам нужно начать переключать свой внутренний рычажок. Научиться быть благодарным. Не за мелочь, а научиться переключить свою внутреннюю вибрацию. Понять, что до тех пор, пока вы будете чувствовать и говорить, и думать то, что было прежде, ваша реальность не поменяется. Ваша задача – научиться видеть, во всем совершенно другие краски. Научиться, вместо того, чтобы в очередной раз морщиться от большого ценника, рассматривать красивую вещь и восхищаться ей, или даже примерять. Вместо того, чтобы говорить о том, что люди идиоты, что покупают дорогие машины, и вообще вам на метро хорошо, вам необходимо научиться влюбляться в эти машины, представлять себя в этой машине, радоваться, когда вы видите, как кто-то другой имеет то, чего вы хотите. Вместо того, чтобы приходить в свой дом и ненавидеть его, потому что вы хотите другое, научиться наоборот, замечать и думать, а что бы из этого дома я взял в тот свой следующий. Необходимо внутренне изменить свою градус. Вы должны из минуса перейти на плюс, из минусовой температуры на плюс. Для того, чтобы у Вселенной появилась возможность, во-первых, дать вам увидеть, вот так, наверное, больше дать вам увидеть, те возможности, которые есть перед вами. Ведь мы находимся с вами в бесконечном пространстве вариантов. И в этом мире есть все. Есть бедные и богатые, есть злые и добрые, есть те, у кого все получается, и те, у кого не получается. И это не рождение с определенным клеймом или судьбой, как мы говорим. Безусловно, есть некая линия, но мы с вами, как художники, как музыканты, есть семь нот, но каждый пишет свое произведение. Есть краски, но каждый рисует свою картину. И у нас с вами точно так же, мы с вами больны разбиваться и выбирать. И когда вы научитесь понимать, поймете точнее, и научитесь этим пользоваться, и осознаете, что находясь на негативной волне, недовольной, злой, уставшей, вы не сможете притянуть в свою жизнь что-то хорошее. Для того, чтобы притянуть хорошее, успех, деньги, вы должны перейти на эту внутреннюю волну, поверить, начать замечать, маленькое начать замечать, видеть в этом возможности, понимать, что если у других есть, у вас тоже может быть. Если у других получается, у вас тоже может быть. И когда вы начнете допускать в своей голове такие мысли, когда вы начнете перезаряжать свой мозг, смотрите больше моих видео, обязательно послушайте или перечитайте, если вы уже слушали или читали мою книгу, как изменить свою жизнь за одну книгу. Осознайте, как это работает. И поймите, что находясь в состоянии страдания, почему это очень опасно, в состоянии затяжной депрессии, чтения негативных новостей, а сейчас так вообще мы находимся с вами в очень непростой ситуации, особенно если вы украинец, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, важно сделать над собой усилия. В противном случае ваше внутреннее состояние может привести к необратимым последствиям, которые вы сами для себя притянете, потому что мы общаемся с Вселенной на знаках нашей энергетики. И то, что мы излучаем, то мы и притягиваем. Я всегда говорю, что в любые времена есть люди-счастливчики, которые потом со сцены, в книгах или где-нибудь еще в соцсетях рассказывают свои истории успехов, которые случились с ними в самые сложные времена, тогда, когда, казалось бы, это невозможно, но с ними они произошли, а произошли именно потому, что мышление этих людей было другим. Моя соседка, в которой я живу, жила, еще, возможно, буду жить, отметила меня такой фразой. Она сказала, нашей общей подруге на вопрос, как вам вместе, она сказала, с ней хорошо, она все время смеется. Все время смеется, это не означает, что я бесконечно хохочу, но это означает, что я во всем нахожу то, с чего можно улыбнуться, то, из чего можно, когда вы сказали, если вам дали лимон, сделать лимонад. Я принимаю те обстоятельства, которые происходят, как опыт, который мне необходимо пройти. И я понимаю, что у меня есть выбор. Я могу сейчас найти в этом много негатива, испытаний, крест, которые мне нужно нести, а могу найти тропинку возможностей, могу найти то, что делает меня богаче во всех смыслах. Ведь, как ни крути, мы живем в материальном мире. А когда умираем, это не имеет значения. Материальный мир – это то, что помогает нам получать некие фишки, которые мы можем использовать в этом физическом мире, некие бонусы, подсказки, что мы развиваемся. Ведь, как я всегда говорю, люди голосуют кошельком за твое искусство, за то, насколько ты хорош, нужен, за то, насколько ты креативен и так далее. Не стоит сейчас говорить мне про людей, которые наворовали. Посмотрите, как заканчивают все эти люди. И вы увидите, что ни у одного из них не было простой судьбы. Я говорю о нашем искусстве развития, о нашем искусстве созидания, о нашем искусстве роста. И мы сейчас с вами застали удивительное время, когда Вселенная меняется с такой скоростью, когда мы видим с вами, как происходит зачистка на всех уровнях, когда мы видим, как человеческие души, а именно я считаю, это исключительно заслугой души, эти души по всему миру, которые пооткрывали двери для незнакомых им украинцев, пооткрывали свои дома, свои сердца. Это невероятно, то, что происходит. И мир никогда не был так объединен, как сейчас. И это тоже фантастически. Рушатся одни устои, и рождаются новые устои. И поверьте, это история про энергии. Так вот, я хочу вам напомнить, что если у вас сегодня все не очень окей, вам прежде всего нужно понять, чего вы хотите, а затем начать энергетически перестраиваться и вместо постоянных страданий находить то, что будет давать вам опору жизнь. Вместо того, чтобы говорить о том, что вы потеряли, смотреть то, что вы смогли приобрести и сохранить. Вместо того, чтобы кого-то обвинять, благодарить за то, что нового, какие новые двери у вас открываются. Ведь потеря старой работы говорить может и о том, что вам одно пора заняться чем-то другим. Разорванные отношения могут показать вам то, что это не были те отношения, которыми стоит дорожить, а значит, у вас открыты перспективы перед новыми. Даже переезд в другой город или в другую страну это тоже колоссальные возможности, несмотря на боль. Боль это то, что делает человека глубже, то, что в общем-то и отличает человека от всех остальных. Умение глубоко чувствовать, умение записывать этот опыт, но и создавать новый. Внимательно относитесь к тому, что вы думаете и день за днем выстраивайте свои мысли, а следом свои чувства. Реальность всего лишь отразит то, насколько хорошо вы сделали эту работу. И уже традиционно я закинчу свои видео украинскую мову, ридную мову сьогодні у каждого украинца. И, как у всех, я не только маю великую надею и сподевания, но я уже точно знаю, что победа будет. Это только вопрос для того, чтобы поддержать украинские, что выстраивайте все, которые сейчас не легко. Я благодарна каждому, кто смотрит мои видео, благодарна каждому, кто приходит учиться до меня, для того, чтобы продолжить, продолжить украинские, 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 это основная справа, которая есть в нашем жизни.